Привет, друзья! Сегодня на улице стоит прекраснейшая погода. Мы находимся в районе Новодевичьего монастыря. Здесь абсолютно обалденный, красивый парк, но мы с моей подругой Аленой решили прогуляться по набережной. Сделаем мы это не пешком, а на вот этих велосипедах. Велосипеды ВТБ, это велошеринг. Мы как раз разберемся, как ими пользоваться, как их арендовать, сколько стоят. В общем, смотри этот выпуск до конца, если собираешься ехать в Москву и хочешь покататься на вот этих великах. Погнали! Велобай, как написано на сайте предоставителя этих услуг, это автоматизированная городская служба велопроката. То есть место, где за небольшую плату можем взять в аренду велосипед, чтобы добраться в нужном нам направлении. При этом велосипед можно оставить на любой из станций велопрокатчика. Обычно их легко заметить, все брендированы символикой ВТБ банка. Удобство такой аренды в том, что не надо думать о техническом состоянии железного коня, о его содержании, нужно его таскать с собой или не нужно. Просто взял, поехал, добрался до места, оставил, завершил аренду. Все. Об остальном позаботится техническая служба сервиса. Всего по Москве в этом году доступно уже целых 727 станций, где можно взять или оставить арендованный велосипед. И это только станции. Я уже не говорю про сами велосипеды, которых, ну уж очень много. Пока сейчас Алена как раз регистрируется в системе. Очень хорошо, что получилось, что мы поехали вместе, потому что Алена ездит первый раз на велошеринге. У меня уже было это трижды, целых три раза. Последовательность такая. Для начала вы устанавливаете приложение Велобайк. Обязательно не перепутайте, потому что, как оказалось, есть несколько подобных приложений. Они достаточно похожи между собой, но нужно выбрать именно правильную иконку. Здесь вы ее обязательно сейчас на экране увидите. Вы заходите в это приложение, регистрируетесь. Если вы там были уже раньше зарегистрированы, такое тоже может быть. Ну, может быть, вы как-то уже пользовались, но забыли. Тогда вы нажимаете кнопку, что вы забыли, под табличкой, где вводите номер и пароль. Там бледным, абсолютно голубым текстом написано, что я забыл свой пароль. Тогда вы вводите номер телефона, и вам приходит смс, где написаны ваши логин и пароль. Его вы будете использовать как раз-таки при аренде велосипедов. Потом следующий этап. Вы должны обязательно привязать карту и оплатить доступ на сутки. То есть вы выбираете разные тарифы. Там есть тарифы доступ в сутки, месяц, три месяца. Они немножко отличаются по стоимости, но суть у них одна. В общем, вы доступ этот должны, если вы берете велосипед на сутки, должны доступ этот оплатить сразу, еще до того, как вы хотите взять велосипед. Если доступ будет не оплачен, вам велосипед будет выдавать, что велосипед недоступен. На самом деле, имейте в виду, что недоступность велосипеда в большинстве случаев значит, что вы что-то сделали неправильно. Поэтому повторите весь алгоритм и попробуйте снова. А логин это что? Это как раз тебе тоже там приходит смс-ка. Что-то он пишет, что велосипед недоступен, попробуйте другой. Есть? Есть! Давай теперь пробовать. Суть в том, что мы сейчас будем с Аленой пробовать один из вариантов взять велосипед без привязанной карты. У меня не получалось этого сделать. Сейчас посмотрим, у Алены получится или нет. Карты у нее нет. Если карта привязана с приложением, то сразу имейте в виду, что вы не сможете без нее взять велосипед. Если у вас поменялась карта, ну вот эта тройка оплаты, то вы можете ее предыдущую отвязать и привязать новую. Написано в правилах велошеринга на сайте, что взять без карты можно в том случае, если карта не привязана вообще к вашему аккаунту. Вот можно попробовать сейчас. Езжу! Все, пока! Мы сейчас с Аленой проверили. Если у вас карта не привязана к аккаунту, то вы можете абсолютно спокойно брать велосипед по логину и паролю. Велосипед вам дастся в этом случае. Если ваша карта тройка привязана к вашему аккаунту, то, соответственно, брать без тройки у вас уже не выйдет. Либо отвязывайте карту, либо пользуйтесь вместе с тройкой. Не забывайте, какую из карт вы привязали. У меня две карты тройки. Я, если честно, не помню, какая из них привязана. Сейчас я посмотрю у себя в личном кабинете. Вот, видите, написано ваша карта тройка. Вот номер карты. Если вы вдруг привязали, так как у вас тоже две, у меня вот эта карта, и мне нужен будет пин-код. Я также нажимаю, как Алена. Для того, чтобы начать вообще, в принципе, работу с велосипедом, нажимаете на кнопку ОК. У вас появляются два варианта, как вы хотите, залогиньте. У меня тройка. Я прикладываю свою тройку вот сюда, вот прям нарисованную. И после этого вошу король. Не забудьте в конце окна, Жаня. Я все время забываю. Дел недоступен. Бывает такое, что велосипед недоступен, потому что, ну, что-то с ним не так. Но у меня недоступен велосипед, потому что я не оплатила свой доступ. Я забыла. В СПП вообще очень удобно. Тебе не нужно вводить банковские данные, карты свои. Просто платишь, как в обычном магазине. Все, теперь все должно работать. Попытка номер два. У меня разблокировка идет. Мне дали наконец-то велосипед. Итак, ребят, 155 рублей стоит в сутки использования велошеринга, но это бесплатно. У вас доступно только полчаса. Велосипеды сделаны для того, чтобы в первую очередь придвигаться на них из точки А до точки Б, меньше пользоваться общественным транспортом. Поэтому использовать полчаса бесплатно. Если вы хотите ездить дольше, то просто каждые полчаса нужно чекаться. Что значит чекаться? Вы просто ставите обратно велосипед на место, дожидайтесь, чтобы он принялся. Если вас устраивает этот велосипед, вы снова его берете тем же самым образом и едете дальше. И так, если вы хотите 2-3 часа кататься, вы просто должны отслеживать на карте, где находятся точки велошеринга, ставить велосипед, чекать его и ехать спокойно дальше. Если вы этого не делаете, то каждые последующие полчаса стоят 50 рублей. Что делать нужно в первую очередь, когда вы взяли велосипед, это немножко проехаться, не отходя от станции. Потому что в моем велосипеде оказались ждут шины. Я пока не поехала, я этого не поняла. В этом случае мы просто возвращаем тем же Макаром велосипед, но единственное, что мы не обломимся и отправим в приложение сообщение о том, что здесь ждут шины. И они тогда приедут и заберут этот велосипед. Да и вообще, перед тем, как пользоваться велосипедом, стоит проверить его общее техническое оснащение, как, например, работают тормоза, передние и задние. Для этого потяните за рычажки на ручках. Отрегулируйте под себя сидение, но его тоже надо проверять на прочность, так как некоторые из них разболтанные могут менять высоту и угол наклона прямо на ходу. Очень-то неудобно. Еще у велосипедов есть вот такая корзина, в которую можно положить рюкзак, сумку или какие-то вещи и при необходимости зафиксировать это все резинкой. Скорости меняются на ручке справа, вот так, поворотом колеса. Слева на ручке в этом же аналогичном месте расположен звонок. У всех велосипедов во время эксплуатации автоматически включается фонарик, так что ночью вы тоже можете ездить и не беспокоиться о том, что вам не будет видно дороги. Ну и самая забавная, на мой взгляд, вещь, это антиугонный шнур, который достается из ручки руля и крепится в основании вилки. Это если вы хотите отойти в кусты и оставить велосипед на пару минут, можете его куда-нибудь таким образом прицепить. Если просто хотите поставить велосипед, у всех есть стандартная подножка. Смотрите, получается, я просто написала здесь, зашла, где идет время в это окно, и здесь у вас появляется такое окошко, где вы можете написать все, что не так с вашим велосипедом было. Я написала, что сдуты шины, отправила фото со мной шин и велосипед, номер велосипеда, он здесь автоматически стоит, но на всякий случай его пропишу еще раз. Чтобы вернуть велосипед, надо вставить его плотно в паз до упора, нажать кнопку ОК и дождаться сигнала о возврате. На телефон должна прийти смс-ка с информацией о том, сколько времени вы проехали и какой путь был преодолен. И в случае, если это превышение бесплатного лимита, то сколько денег еще будет списано с карты. Если велосипед не принимается, попробуйте поменять порт станции, если же велосипед уже принят и вы увидели на таблее велосипеда информацию о том, что произошел возврат, но на телефоне не приходит смс-уведомление или в приложении о том, что время проката завершено, то тогда в этом случае я обычно пишу в службу поддержки, пожалуйста, срочно остановите время, потому что велосипед возвращен, отправляю фотографию и обычно происходит после этого магия. Либо позвоните просто оператору и он вам все скажет, что нужно делать дальше. В итоге, со второй попытки мне наконец удалось взять велосипед, мы поехали кататься по набережной, по дороге делая классные фотографии и наслаждаясь видами этого места. Теперь, я надеюсь, вы разобрались, как пользоваться велошерингом. Если да, то ловите победоносный танец велосипедиста. В итоге, Алена опоздала немножко. На сколько минуты опоздала? На 2 минуты опоздала Алена, заплатила плюс 50 рублей еще, я не заплатила ничего. Для того, чтобы посмотреть, сколько времени вы проехали на велосипеде, нужно всего лишь нажать кнопку оп. Для того, чтобы вообще найти велосипед на карте, вы просто заходите в приложение. Сейчас я вам все покажу. Мы заходим в приложение велошеринг. Вот мы находимся вот здесь. То есть сейчас вот наше местоположение, вот ближайшая точка. Если мы сейчас здесь возьмем велосипед, мы нажимаем вот так на кнопочку, смотрим, сколько велосипедов у нас стоит, сколько свободных портов там есть. Если мы хотим на другую станцию доехать, мы смотрим опять же просто точки. Вот они вот так вот у нас обозначены все. То есть если мы издалека хотим посмотреть, вот каждая точка зеленые, желтые, красные. То есть это все зависит от того, насколько заполнены порты, насколько большое количество велосипедов. Здесь просто вот видите, один велосипед свободный есть. То есть здесь очень мало велосипедов, желтый, где соответственно чуть-чуть побольше. С такими вот молниями это обозначает, что здесь стоят электровелосипеды, вот их две штуки, свободных портов для электровелосипедов, их 13. Электровелосипеды отличаются от обычных во-первых цветов. Их станции и рабочее табло отмечены красным. На карте приложения станции электровелосипедов выделены молнии. Давайте разберемся, как же работает сам электровелосипед и в чем его преимущество. За счет работы заряда электричество как бы подает мощь велосипеду и облегчает задачу наезднику на более дальнее расстояние, если едете, крутить колеса будет намного проще. За счет этого меньше будете уставать. В отличие от механических велосипедов, скорость на электробайках приключается не на ручке, а на самом табло. Цифры 1, 2, 3 на табло соответственно обозначают скорость кручения педалей. Сами визуальные электробайки тоже немного не похожи на своих механических братьев. У них шире рама, в которой встроен аккумулятор. Он, кстати, заряжается во время стоянки велосипеда на электростанции, именно поэтому важно возвращать его на электростанцию на подзарядку. В противном случае велосипеды разрядятся, ими нельзя будет воспользоваться. А в социальных сетях компания «Велопрокатчик» сообщает, что за нарушение правил парковки предусмотрена временная блокировка доступа на сутки и при повторном нарушении штраф 1000 рублей. Штрафные меры начнут применяться, как совпало именно в день выхода этого выпуска с 18 июля. Но в любом случае, если на электровелосипеде заканчивается заряд, педали также крутятся, просто нет вот этой дополнительной напорной силы, которая дает вам возможность, ну, как бы полурасслабленно, что ли, вести этот велосипед. Поэтому за этими моментами обязательно следите. Если что-то случилось с велосипедом, как написано в правилах на сайте, ничего страшного, если бы вы попали в аварию, главное, что все живы-здоровы. Если не живы-здоровы, в первую очередь позвоните, вызовите скорую, человеку, который пострадал, а потом уже просто сообщите службу поддержки, что вот такой вот велосипед, он найден, либо он там сломан, или еще что-то. В общем, в любом случае ответственность за велосипед несет человек, который его взял, на чей аккаунт тут, соответственно, зарегистрирован, и после этого с вас никто ничего не возьмет никаких, если вы вдруг найдете там какой-то потерянный или сломанный велосипед. То есть всегда, в любом случае, на всех велосипедах написан номер службы поддержки, все дополнительные вопросы решаются через вот этот номер. Итого получается, взять два велосипеда на одну карту тройку не получится, взять на один логин два велосипеда у вас не получится. То есть для одного логина, для одной карты вы можете взять всего лишь один велосипед. Если вы оставите велосипед не в порту, а где-то бросите просто на улицу и уйдете, вы заплатите штраф 1000 рублей и построите. Поэтому лучше велосипеды возвращать на базу, тем более, что этих баз по Москве очень много, они очень близко друг к другу расположены, пользуйтесь. В общем, друзья, велик это отличный способ передвижения по Москве, летом особенно в хорошую погоду. Конечно, когда идет дождь, не очень удобно кататься на велосипедах, но когда светит солнце, хорошая погода, это отличная альтернатива любому общественному транспорту, потому что ты можешь насладиться видами Москвы, как бы немножко в спортивном режиме провести это время, плюс, помимо этого ты можешь быстро передвигаться из пункта А в пункт Б, максимально недорого. Поэтому я рекомендую вам всем попробовать, если вы еще не пробовали, нужно обязательно это сделать, побывать в Москве, прокатиться на этой велошеринге и тем самым немножечко сохранить экологию нашей планеты. В общем, с вами была Яна Грисеева, понаехавший влог. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, пишите свои комментарии. Стали бы вы пробовать такой вид транспорта или нет, и, может быть, вы хотели бы, чтобы такой был в вашем городе. В общем, пишите все, что угодно, я вас всех люблю, спасибо вам огромное, что провели этот день со мной. Увидимся в следующих выпусках. Пока-пока!